Итого, как мы внедряем компоненты. Для начала мы анализируем шаблон, смотрим, какой представлен функционал, какие области будут заменены компонентами, затем, что необходимо вынести во включаемой области, чтобы администратор мог менять их самостоятельно, дополнительные задачи в шаблоне, например, отображение различных текстовых блоков с помощью компонентов, включаемых областей, а также вынос одинаковых областей из двух шаблонов сайта в один файл. Внедрение компонента. Размещение необходимого компонента на тестовой странице, копирование стандартного шаблона компонента, либо создание своего собственного шаблона, определение, какую часть HTML-верстки необходимо заменить компонентом, внедрение HTML-верстки в шаблон компонента, и размещение вызова компонента в шаблоне сайта. Обратим внимание. Прежде чем писать свой компонент, посмотрите существующие. Зачастую уже есть решение вашей задачи. При этом набор стандартных компонент зависит от редакции, соответственно, от набора модулей. Если редакция старт, то в ней нет магазина, а значит и соответствующих компонент, корзины, процессы покупки и так далее. Даже если страниц на сайте немного, обязательно использовать компонент меню, не оставлять ссылки в шаблоне сайта в виде простого HTML. При внедрении своего собственного шаблона в компонент удобно использовать за основу стандартный шаблон компонента, но при этом обязательно нужно скопировать его в шаблон сайта, а затем вносить изменения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...